Продолжается второй тур мемориала Алёхина, ведём репортаж из Парижа, из сада Тюллерий. И вот очень интересное событие развивается, прежде всего, в партии Ваш Херлограф Динглерен. Вот пока тут был короткий перерыв, были сделаны ходы Ладья Ба-1, Ферсиа-7, как мы и предполагали. Вот здесь мы ждём, я во всяком случае жду, ну и мы с Сашей, с Александром Грищуком, с которым мы ведём репортаж сегодняшний, то есть Александр Грищук и Илья Смирин. Мы ждём хода слон Е3 от Ваш Херлографа, Максимова Ваш Херлографа. Слон Е3 ход очень логичный, он защищает, во-первых, пешку Д4, что очень важно, самая главная пешка у белых, кроме Е6, конечно. И готовит или Ж5, или Конь Ф4, в первую очередь Конь Ф4, а главное, чёрным очень трудно что-то пойти, потому что, мне кажется, на ФЕ, то неприятно именно Конь Ф4. И висит опять на Е6 такая. Ну, конечно, можно пойти с Логи 8, тут совсем в коробочку упаковываясь, например, Конь Ж6, Ладья Х7, но это как-то выглядит очень подозрительно, после, например, хода слон Д3. Ну, и, не знаю, позиция совершенно нестандартная, даже здесь. Красочная позиция такая. В общем, тут, возможно, очень причудливые картинки в дальнейшем. Ждём хода слон Е3, а пока думает Ваш Херлографа, прикидывает. Посмотрим, что происходит в других партиях. Другие партии, это что? Орнян Крамник. Тут произошло много событий, ну, относительно много событий. Слон Д3. Мы расстались вот в этой вот позиции ферзь Е3. Ладья Ц8, пошёл Владимир Крамник, естественный ход сделал. Мы с Александром, с Сашей Гречком, мы думали, что Ладья Ц8 и Ладья Ц1 отреагирует Ливон. Но он сыграл более радикально. Он сыграл Е5, слон бьет Ф3, ферр бьет Ф3. То есть, позиция изменилась. У белых теперь слон против коня. Слабые белые поля у чёрных немножко. Ну, то есть, слон сильный. Конь на Д7 немножко пассивный. С другой стороны, фигуры разменялись. Пару фигур разменялось легких. Чёрным как бы немножко легче теперь атаковать пешку Д4. Что, кстати, сделал немедленно Владимир сходом Ферзь Х4. Естественный логичный ход. Чёрные проявляют активность и одновременно препятствуют нападению атаки пункта Х7 белыми. То есть, логичный ход Ферзь Х4. Теперь перед белыми стоит проблема, как защитить пешку. Можно, конечно, пойти несколько способов. Ферзь Е4, например, есть ход. Но тогда, мне кажется, вряд ли у белых будет перевес в этом эншколе после Ферзь Е4. Есть ход слон Е4. Но это минус в том, что слон немножко скован. Хотя ход заслуживает внимания. Слон Е4, например, после этого чёрные могут пойти лодить Д8. К примеру, просто. И... Ну и вроде бы нормально у чёрных так по виду. По первым прикидкам. Вот. Ферзь Е4, то есть, ход сделан. И пока вдумает Ливон Иронян. Мне кажется, что позиция приемлемая у чёрных здесь. Хотя, возможно, осложнение. Может быть, слон Б5 даже тут есть ход сразу. Вообще, похожая структура и позиция была недавно в партии Аронян Иванчук на интеллектуальных играх в Китае. И эту партию Ливон выиграл. Он, по-моему, проводил план с Ф4, Ф5. Так что я, в принципе, после Ферзь Е4 ожидаю хода Ферзь Е3 в первую очередь. Ага, вот так вот. Я как раз этого хода даже не... Я смотрел слон Е4, Ферзь Е4. Ферзь Е3 более такой, да, ход. Ну, вообще, играть на ограничение. Коня Ф8. И вот, если я не ошибаюсь, Иванчук поставил коня на Ф8. Встретил ход Ф4 ходом Ж6. Но в какой-то момент Ливону удалось хитро в нужный момент пойти Ф5. Что пешкой Жей было чёрным бить как-то неудобно. А на ЕФ он уже прорел Д5, Д6. Да, и выиграл, по-моему, в отличном стиле тупо-артеров. Что-то я припоминаю. А ты играл, по-моему, в том турнире, да? Да, играл. Интеллектуальные игры. Кстати, хороший турнир был. Да, очень забавный. Я знаю, что ты очень отзывался о нём хорошо. Китай, интеллектуальные игры. То есть, там помимо шахмат было в программе другие разные игры. Да, там были го, шашки, китайские шахматы и бридж. Всего пять видов спорта. А вот ты в курсе, чем отличаются китайские шахматы от наших шахмат традиционных? Ну, у них фигуры другие, другие правила, по-другому они ходят. Вот сегодня в партии Динглирен, кстати, Вашьер Лаграф, точнее, Динглирен, не видим ли мы образец китайских шахмат немножко? Ну, а сказать, Вашьер тоже вообще любит поиграть в ласты такого рода китайские, так скажем, шахматы. Его как раз хлебом не кормили. Кстати, давайте вернёмся к этой партии. Там сделан ход, и ход, который мы не очень-то ожидали. Конь А4 сыграл Вашьер. Не, я не хочу говорить... А, кстати, ход... А на ФЕ он хочет Конь С5, наверное. Или Б6, да. Конь Б6, я думаю, Конь Б7. Конь Д7. Ну, давайте посмотрим. ФЕ, Конь С5, да. Это тоже сильный ход, кстати. Я имею в виду, Конь А4 тоже будет так плохо. Мне казалось, нам казалось, что Слон Е3, но может быть, Конь А4 более энергичный. Конь Б5, просто Конь бьёт Е6, наверное, Конь БД7. Потому что в ладью А8 черные всегда готовы отдавать за Коня Е6. А ФЕ же 5? Ну, Конь А5. Конь А5 по-прежнему. А потом мой манёвр может Конь Б6. Да, да. Этот манёвр может причинить белым немало неудобств. Что с материалом всё-таки, ну, одна пешка за качеством будет. И неясная позиция такая. Ну, в чёрном легче будет играть. Да. Позиций объективно неясная, но в чёрном просто легче будет играть. Такое ощущение. Конь А4. Пока гораздо легче, чем просто Слон Е3. Мне кажется, я бы всё-таки Слон Е3 бы пошёл, если бы я бы выбирать между ними на 2-е ходами. Чисто вот как-то интуитивно. Я даже вот ещё не знаю. Вот чисто интуитивно я пошёл бы Слон Е3. Конь А4 всё-таки это немножко увод. Увод коня чуть-чуть. И вот даёт Б5 с темпом. Конь С5 тот, Конь на Е2. Вот дело в том, что Конь на Е2 остаётся пассивным немножко. А это всё-таки Конь А4, Конь С5 это время теряется достаточно много. Ну, не знаю, может это всё не так. Но он уже сыграл Динк Б5. Да, он уже сыграл Б5. Что ему следует Конь С5? Конь С5 очевидно последует. И, наверное, он ФЕ собьёт. А что ещё? Ну, может, А5 ещё какой-то исход. А5? С идеей Конь А6, да? Так, А5. Ну, опять Конь С4. А4 ещё нужно. А, Конь С3 и И4. А, Конь С3 и И4. А4, Б4, Б4. Конь А4. Да. Тогда второй Конь идёт. Ну, Конь С3 с идеей Конь А6, Конь Б5. Сомнительный ход. Да, опять сомнительный. Всё-таки нельзя так... Нет, мне кажется, ФЕ правильно ты сказал. Мне кажется, ФЕ ты сказал совершенно правильно. Да. Ну, рано или поздно белым Конь Б5 и И6 пойти придёт. Видимо, всё вот-вот. Конь Б5. Видимо, рано. Видимо, лучше раньше, чем позже. Да. Конь Б5 и И6. Конь Д7. Мне кажется, это интересная и логичная игра для чёрных. Позиция стала привлекать чуть-чуть более привычные очертания, скажем так, чем Дота. Ну, белым может быть цинично, например, есть качество, а потом побежать король Е1 и в 2G2, не знаю. Ну, это очень цинично. А какое время сейчас? Время такое, да. Король Е1, да. А Конь Б6 всё равно. Ну, уже как бы это не так страшно. Ну, не так... Да, ну, может быть, так и надо. Но это, опять-таки, позиции я бы сказал динамического. Ну, даже, я не знаю, равновесие я бы чёрными выиграл. Вот эту позицию я бы играл как раз чёрными. Думаешь? Ну, потому что легче как-то. Объективно... Ну, я Король Е2, Конь Ж3, Слон Д3, нет? А я там какой-нибудь 6, С5 или сразу С5 или там. Король Е1, ход чёрный. Да, Е5 не удастся пока, да, мне? Может, Ферзь Е8 и Е5? Ух ты. Вот так. Тут, в этой партии фигуры, может быть, будут действовать по причудливым каким-то траекториям. О, вот, я же говорю, причудливые траектории, да. Ну, дурной пример заразительный. Да, Е5, и Ладья Е3 сразу, да? Ну, не знаю, взял, ну, Слон Д6. Слон Д6, ну, да. А, так и всё побил-побил, и Ф4 как-то. А, вот, да. Ну, там больше Ф4. Ну, да, и новый виток. Новый виток гонки вооружения, да? Да. Я не знаю, но всё-таки, всё-таки вот в этой позиции, ну, я не знаю, мне бы казалось, что вот в этой позиции всё-таки больше, более интересным мне казалось бы такой ход Слон Е3. Слон Е3 ход, конечно, был бы такой более вкусным, что ли. Тоже можно, конечно, пойти бы 5, но такой не в 4, вот в этом же смысл. Игрозит Ж5, а на ФЕ я бью уже компит Е6, по-моему. А, здесь на ФЕ уже Ж5, вот. Ну, это, может, не конец света, но... Не, не конец, но это серьёзная разница. Это серьёзная разница. Тут, правда, Е5 может есть ход. Е5 ход есть, ДЕ, Д4. А у нас есть ход Конь Е6, может. Да, а мы что-то похожее смотрели, кстати. Очень шутка похожее. Ну, что-то похожее. Слон Ж8, то ДЕ. Не, ну, тут уже, тут уже очень выглядит у чёрных стрёмно. Более чем. Не успели разблокировать позицию. Позиция выглядит... Не знаю, я бы Слон Е3, вот, жалко, как они... Ну, как жалко? Может быть, мы и ошибаемся. Может быть, ход Конь Е4 приведёт к ещё более красочным. Но после Слон Е3 было бы интересно просто, ужасно интересно мне было бы посмотреть, как вот в этой позиции после Слон Е3 развивалась бы борьба. Позиция очень творческая, но мне кажется, она очень обещающая для белых. Вообще, вот эта игра Король Д2, Слон Ф4, Конь Е3, Король Д2, она, конечно, совершенно... Не, вот вообще вчера я как раз в английской трансляции говорил, что 2012 год получился очень бедным на какие-то яркие партии, потому что сейчас вот моей жене нужно было принять участие в голосовании лучших партий 2012 года. И она со мной советовалась. И действительно, я посмотрел, ни одна партия какого-то большого впечатления не произвела, и даже десятку трудно набрать было. Надо было иногда взять крепительный талон, если нам уж действительно не за что было голосовать. А в 2013 году уже бы несколько партий, то есть, например, Анан Таранян из Вейконзе... Ну, да, не даром Гарри Кимович Каспаров к числу 13 питает такое симпатия явная, даже магию. 13 это... 13 это 13, это всё-таки не 12, это совсем по-другому звучит. Да, может быть. Я, правда, не очень следил, ну, я имею в виду в этом ракурсе, какие партии более интересные, но в 2013 году мы видим действительно турнир в Лондоне был выдающимся по уровню игры, можно сказать, и по творческому содержанию. Но этот турнир пока вообще превосходит, может быть, даже Лондон, пока что первый тур и второй, начало второго. По крайней мере, вот эта партия. Всё-таки в Лондоне таких головоломных партий, как вот эта, ну, необычных, скажем. Ну, моя со Свидлером. А, вот да, твоя со Свидлером, которая закончилась по его мнению. Ну, я думаю, что ещё мы увидим такие партии. Да, очень логичная, кстати, интересная. То есть логичная, необычная, то есть тоже нестандартная жертва, но по-своему логичная. Так, ладно, тут что, что у нас тут, какая позиция в этой партии. Вот такая стоит позиция Б5, конь С5, а все мы ждём ход, значит, скорее всего. Переходим туда к другим. Вот Витюков, Анант, мы давно не смотрели партию. Ну, вот расстались после вот этого вот, вот этой позиции. ДЦ взял Витюков, пока восстановил материальный равновесие, конь А6, как мы предполагали. Вот теперь он бьёт. Ну, вот не знаю, вряд ли это даёт белым перевес такая игра. Хотя, хотя, ну, сложная позиция. Слону, конечно, на Д5 есть место, на Ц6. Ну, слон, слон силён. Может быть, слон С4, Ферзь А6 вообще вот нет такой игры. Ну, конь Е5, в любом случае, уже сыграно слон Б7, конь Е5. Ага, ага. То есть вот ЛД1, слон Б7, конь Е5, да. Слон Б7, понятно. На Ферзь А4 тем более было бы конь Е5, конечно. Слон Б7, конь Е5, ну что, Д6? Ну, Д6, интересно. Д6, С6, слон А6, да? Да, нет, ну, Д6, ну, может, СД, СД, слон Д6, что там получается? Давай, вот Д6 напрашивается, как бы, ход по первому взгляду просто. СД, СД, слон Д6, висит, правда, слон на Б7. А, ну, есть конь Вед Д6 и слон Е4, потом. Да. И там, наверное, ну... Конь Д3, но у чёрных хуже точно не должно быть, а может быть и лучше. Ферзь С7, как-нибудь. Ферзь С7, да, дисгармония. Хотя там Шахт с Б3 появляется, хотя оно тоже ничего не даёт. Ну, у меня Д4, Е5 можно там где-то отжертвовать, наверное, и получить компенсацию какую-то. Ну, пока... Хотя... Хотя это вряд ли, да, это вряд ли. Там Ферзь С4... Да. Д6 напрашивается ход, не знаю, может быть, на Д6. С6 слон А6, и вроде бы чёрные крепкие, как скала, вроде бы, здесь. А слон А3 убитый получается. Ну, там белый будет пытаться С4, С5, но мне кажется, это шикарно должно быть. С виду, да. С виду должно быть шикарно. Значит, Д6... Ферзь Б3, вот, может, мы недооцениваем ход какой-то. Ну, даже ДЕ и КНБЦ3. Да, да. Ф3, это не то. Ну, да, Д6 ход, вроде, так, с виду вполне приличный. Ну, и вообще, вот, мне не очень-то понравилось, если честно. Мне не очень понравился тот чисто вот эстетический вот этот ход ДС. Да, понятно, что белый не очень-то хочется... Ну, хочется, как бы, восстановить побыстрее материальный равновесик, когда даёт возможность. Но мне кажется, что больше соответствовало тут духу позиции. Может быть, что-то другое. Трудно предположить, трудно, что именно С4 может быть ход. Вот, может быть, какой-то ход другой. Хотя это рискованно, конечно. Вот, кстати, мы сейчас увидели расхаживающего перед нашей комментаторской кабиной судью Бориса Новомовича Постовского. Ну, что сказать, у судей в шахматах и в футболе разные проблемы. В футболе им приходится всё время носиться по полю, потом на них сыплятся все шишки за допущенные ошибки. А в шахматах у судей другая проблема. Им просто скучно во время партии. Да, в футболе всё-таки это быстротечно, скучать не приходится. А в шахматах? Да, действительно, не знаю. Вообще, конечно, роль судьи в шахматах, она становится формальным, прямо скажем, в последнее время. А раньше? Раньше всё-таки там отложенные партии, раньше были какие-то... Можно было конверт. Конверт. Купить конверта в пачку, да? Подать конверт и проверить, надо было ход записанный. Потому что если ход записан нечётко или вообще непонятно, то поражение оставилось тогда. Если, например, непонятно какой ход записан, то могли поставить поражение по кодексу. А это должен был судья проверять? Судья. Или ты должен в школе был учиться и посещать уроки каллиграфии? Судья. Нет, судья, но ты можешь просто ошибиться, описаться. Например, невозможный ход записать, ошибиться ты можешь. А, то есть это не твоя проблема? Судья должен заранее проверить? Не заранее, вот когда открывались конверты, открывались конверты, там выталкивался твой бланк записанного хода. А, ну да. Я проверял, какой ход записан. Если ход непонятный и вообще не видно, или там, допустим, ясно, что записан был невозможный ход, то просто поражение... Ну, непонятный я не знаю, это по-разному, но если невозможный ход, то поражение однозначно старалось. Если записан невозможный ход. А такие случаи бывало и немало. Ну, было как-то больше у судей, мне кажется, работы. Но, слава богу, с другой стороны, я считаю, что даже в футболе чем незаметнее судья, тем лучше. А уж в шахматах и говорить не приходится. Было бы странно, если бы в суде проявляли бы какую-то такую активность неожиданную. Вот. Ну, Борис Новомыч, я... Саша знает очень давно, а я еще, да, я знаю его, наверное, почти 30 лет. Немножко меньше, чем 30 лет. Очень большой профессионал своего дела, скажем так, Борис Новомыч. Он был тренером, он был организатором, сейчас вот он судья. И кто бы он ни делал, он делает, в общем, всегда доброжелательно и с высоким уровнем профессионализма, скажем так. Да. Мы видим ход Динглерена. Я не знаю, как его... Слон G8. Вот давайте вернемся все-таки к этой партии. Она держит, интригует нас. Не дает нам надолго ее покинуть. Слон G8, это мне понравился ход. Это в духе. В духе, да. В духе сегодняшней партии. Слон G8. Прелестно. Так, прелестно. У черных все фигуры на последний. Заключение ферзя на А7. Это вот Катеначо. Что? Катеначо. Да, да, да. А это в Ере единственный. Бегает вдоль этой линии середины. Это конь F6 в Ере, да? А, я имел его ферзя. Я забыл, что конь F6. Да. Ну, ферзь на А7. Но это ему трудно совершенно развился. Что он там стоит лучше всего намного, чем на ДВУ. Вот конь на F6 вышел. И благодаря этому стал возможен ход слон G8. Вот был смысл, в чем ход до коня F6. Освободить поле для слона. Ну, это уже действительно, вы знаете, мое эстетическое чувство радуется. Что здесь совершенно, совершенно хаос продолжается. Я не уверен в ходе слон G8, если честно, объективной силы его. Мне кажется, что вот, говорил Саша, предлагал, было логичнее. Надо дать назад качество и поиграть в шахматы. Вот сейчас, мне кажется, слон Е3, конь F4 может еще выиграть в Сирию. Потому что на G6 конь ползет там еще. И слон D3 потом, да. Позиция совершенно не сбалансирована. Но слон G8 ход все-таки. Все-таки, все-таки.